здравствуйте дорогие рукодельницы меня зовут елена ермина сегодня мы будем с вами вязать крючком вы только посмотрите на эту красоту какой стильный модный эффектный джемпер ну как вам понравилась модель сейчас мы будем с вами вязать узор я составила схемы вязания эту схему найдете в конце видео и также вы можете распечатать ее на моем втором канале который находится на яндекс цен ссылку на канал я оставлю в описании под этим видео если вы еще не подписаны на канал то обязательно подпишитесь на втором канале я размещаю все схемы вязания образец узора я буду вязать из пряжи итальянская коллекция baby cotton стопроцентный египетский мягкий хлопок в 50 граммах 180 метров цвет от белка ссылки на пряжу и на крючки которые сами вяжут оставлю в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии проходите смотрите выбирайте пряжу и вяжите вместе с нами крючок для вязания 225 набираем цепочку будем вязать с вами 2 раппорта длина цепочки 40 воздушных петель состоит из 7 рядов ширина раппорта 20 воздушных петель приступаем кязанье 1 ряда 4 петли в пятую петлю цепочки 1 2 3 4 5 провязываю столбик с одним накидом далее в каждую петлю цепочки вяжем по одному столбику с одним накидом количество столбиков 40 я буду вязать за кадром встречаемся сами в конце ряда связала 40 столбиков с одним накидом с учетом вот этих петель подъема вяжем второй ряд и третий точно так же как 1 здесь я уже набираю цепочку из трех воздушных петель подъема вот эти три петли засчитываются за столбик с одним накидом вершину столбика под косичку провязываю в каждую петлю по одному столбику с одним накидом вяжем до конца ряда общее количество столбиков 40 и таким же образом провязываем третий ряд 1 2 3 ряд вяжутся одинаково продолжаем работу заканчиваем вязание в конце 2 3 ряда следующим образом в первую петлю от столбика провязываем столбик с одним накидом начиная начинали ряд с трех петель подъема заканчиваем столбиком с одним накидом все связали 3 ряда 4 ряд 3 петли подъема 1 2 3 разворачивай за не на другую сторону провязываем вершину каждого столбика с одним накидом по одному столбику с одним накидом с учетом трех петель подъема вяжем 6 столбиков с одним накидом так 3 связала 4 5 6 цепочка 3 воздушные петли 1 2 3 пропускаю 3 петли либо 3 столбика 1 2 3 вершину 4 под косичку ввожу крючок столбик с одним накидом 3 воздушные петли 1 2 3 пропускаю три столбика 1 2 3 вершина 4 1 столбик с одним накидом далее мы вяжем в каждую вершину столбика по одному столбику всего должно быть 13 столбиков с одним накидом продолжаю счет 2 3 4 5 шестой седьмой 8 9 10 11 11 12 13 3 воздушные петли 1 2 3 пропускают три столбика 1 2 3 вершину 4 столбик с одним накидом 3 5 столбик с одним накидом 1 столбик с одним накидом 1 столбик 2 3 3 4 5 6 6 и в первую петлю 7 все закончили ряд провязали в конце ряда 7 столбиков с одним накидом давайте посмотрим как у нас смотрится узор и разберем из чего же у нас состоит один раппорт высота раппорта 7 рядов ширина раппорта 20 петель 1 петля раппорта это у нас будет петля где мы провязали вот этот столбик с одним накидом следующий раппорт у нас начинается со следующего столбика с одним накидом и вот это 20 петля перед столбиком с одним накидом окончания раппорта также можно раппорты считать вот по этим квадратиком там где у нас будут формироваться цветочки 1 2 2 квадратика 2 раппорта если будете вязать узор по кругу соединяете и у вас получается раппорт вяжем следующий ряд по счету номер 53 воздушные петли подъема разворачивания на другую сторону вершину 2 столбика с одним накидом столбик с одним накидом следующую вершину 3 столбик с одним накидом и 4 столбик с одним накидом цепочка 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 поверх цепочки можно связать а можно в третью петлю основании 3 петли провязать столбик без накида я буду вязать поверх цепочки первый столбик без накида 2 мы вяжем под косичку вершину столбика с одним накидом и 3 мы вяжем либо в первую петлю цепочки либо поверх цепочки цепочка 1 2 3 4 5 5 воздушных петель здесь мы также пропускаем первых три столбика с одним накидом и начинаем вязать вершину 4 столбика с одним накидом первый столбик с одним накидом я продолжаю счет 1 столбик далее мы вяжем следующую петлю второй столбик с одним накидом 3 4 5 6 и 7 то есть у нас не довязывается по три столбика с одним накидом вот здесь вот цепочка 5 воздушных петель поверх цепочки столбик 1 без накида вершину столбика с одним накидом 2 столбик без накида и поверх цепочки 3 столбик без накида цепочка 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 пропускаю 3 столбика 1 2 3 вершину 4 5 провязываем по одному столбику с одним накидом и третий столбик мы вяжем в первую петлю цепочки все связали с вами пятый ряд давайте посмотрим как у нас получается здесь у нас в начале ряда и в конце разное количество столбиков это специально для того чтобы если вы будете вязать по кругу вы когда соединяете ряд сначала конец окончания вязания с началом и у вас получается количество столбиков такое же что здесь 7 и здесь 4 плюс 3 получается тоже 7 значит когда вы будете набирать петли у вас количество петель должно быть кратное 20 6 ряд 3 воздушные петли подъема 1 2 3 разворачивай за не на другую сторону вершину каждого столбика под косичку провязываем по одному столбику с одним накидом здесь длина цепочки у нас уже будет 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 5 6 вершину каждого столбика без накида провязываем по одному столбику без накида опять же ввожу крючок под косичку цепочка 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 провязываем 7 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 и 7 цепочка 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 вершину каждого столбика по одному столбику без накида цепочка 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 вершину каждого столбика под косичку вяжем по одному столбику с одним накидом 1 2 3 и третью петлю подъема 4 все связали с вами 6 рядов крайний ряд раппорта у нас 7 вяжем 7 ряд 3 воздушные петли подъема 1 2 3 разворачивай вязание на другую сторону вершину каждого столбика провязываем по одному столбику с одним накидом у нас в начале ряда 4 столбиком все провязали добавляем к четырем столбиком три столбика поверх цепочки провязываю 5 5 6 и 7 столбики с одним накидом 3 воздушные петли 1 2 3 вершину столбика без накида номер 2 вот он вяжем один столбик с одним накидом цепочка 3 воздушные петли 1 2 3 поверх цепочки провязываю три столбика с одним накидом 1 2 3 далее я буду в каждую вершину вязать по одному столбику при этом продолжать счет значит 4 5 6 7 8 9 10 поверх цепочки вяжем еще три столбика с одним накидом продолжаю счет 11 12 13 все количество столбиков у нас здесь между цветочками 13 3 воздушные петли 1 2 3 вершину второго столбика без накида под косичку провязываем столбик с одним накидом 3 воздушные петли 1 2 3 поверх цепочки из 6 петель вяжем 3 столбика с одним накидом 1 2 3 далее вершину каждого столбика по одному столбику продолжаю счет 4 5 и в первую петлю цепочки 6 все связали 6 столбиков с одним накидом закончили вязать раппорт высота раппорта 7 рядов сейчас мы вместе с вами свяжем 8 ряд 8 ряд это начало вязания 2 раппорта покажу вам как перейти от 1 раппорта к другому 3 воздушные петли подъема разворачиваем вязание на другую сторону вершину 2 столбика провязываем один столбик с одни накидом далее мы в каждую вершину столбика провязываем по одному столбику с одним накидом поверх цепочки из трех воздушных петель мы вяжем 3 столбика с одним накидом то есть сколько петель столько и столбиков вершину столбика с одним накидом под косичку провязываем 1 столбик с одним накидом поверх следующей цепочки из трех петель также провязываем 3 столбика с одним накидом связали мы с вами заполнили столбиками вот эту пустоту и далее мы вяжем все точно так же значит в каждую петлю по одному столбику с одним накидом общее количество столбиков у нас должно быть восьмом ряду 40 также как и в первом то есть восьмой ряд это повторение первого ряда я буду вязать за кадром связала я 40 столбиков с одним накидом закончили вязание в восьмом ряду далее для того чтобы продолжить вязать рапорт перемотайте пожалуйста видео на начало вязание второго ряда вот он и повторяйте вместе со мной 2 3 4 5 6 7 8 вот эти семь рядов все время повторяются связала я образец узора надеюсь вы также вязали вместе со мной давайте посмотрим наши с вами образцы как у нас получилось вид узора с одной стороны и за другой стороны получается что данный узор двухсторонний прекрасно смотрится с обеих сторон также данный вид узора вяжется прямыми обратными рядами и по кругу как вязать по кругу я вам объяснила в процессе вязания узора схему вязания найдете на моем втором канале на яндекс дзен и также в конце видео данный вид узора прекрасно подходит для вязания джемпера пуловера кардигана жакет жилет можно связать в шарф палантин топ майку летнюю кофточку в общем все что угодно как для взрослых так и для детей если вы еще не вязали этим узором обязательно попробуйте можно скомбинировать вот этот узор с другими узорами например сделать кайму продолжить вязать узор выбрать другой вариант и у вас вот этот узор хорошо сочетается и комбинируется с другими видами узора будет смотреться интересно оригинально а я с вами не прощаюсь увидимся с вами завтра заходите ко мне в гости каждый день ставьте лайк смотрите все видео мои до конца и пишите комментарии с вами была елена вермина пока пока а и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»